И у нас 22 декабря 2017 года. Утро после завтрака. Вот наша Рыжка сидит. Затопил печь, закрой плиту. Она стоит уже. Сразу железка закрываю. Ты слил воду картошкой? Да, слил уже. Да, у меня вопрос к Гнатью Тихоновичу. Ну давай. Вот картошку сварил сейчас. Гнать Тихонович! Ой, напугал, можно сказать, меня. У меня вопрос есть. Вопрос? Ну давай. Еще такой вопрос. Вот, как раз выставилось. Вопрос по нашему недавнему посещению епархии нашей и встрече с митрополитом Сергием. Вот. Вы такой же человек давно тут живете. Вы знаете, предыдущий епископ был Антоний, Максим. Могли бы мы ожидать вот такой радушный прием с их стороны, как от митрополитового получили? И правильно ли мы сделали, так сказать, что по пустякам, по пустякам отрывали от работы вот целый коллектив этих вот священников, епископов. Вот такой вопрос мне, в общем, возревает. Ну, как сказать, это решать так не время покажет. А при том, кто он епископ-то такой? Такой же человек. Иные понимают, что у него льготы какие-то. Льготы одни только, что не спать. Он должен быть готовый. Как один тут выступает и говорит, ты заболел, у тебя простуда, ты не пойдешь. Священник должен идти в службу, если он в селе. Он не может отменить литургию. Ноги болят, он стоит на одном месте. У тебя нога болит, ты можешь там закутать ее и сидеть в день. Он не может, он должен идти. У него льгота одна. Быть все время на службе. Виктор Гуголь говорит так. Дверь вращения должна запираться, а дверь священника должна быть всегда открыта. Вот так хочешь, так понимай. Ну, как? Ну, в первую очередь сказать, что к нам приехала знакомая по интернету. Одна она там полу-киргизская, полу-татарка из Казахстана. Я зову ее казашка. Чтобы не национальность только выявляется, а где есть. Ну, и они похожи друг на друга. Открывают, смотри, наверное. Вот. Ну, она на короткое время. Мы решили... Тут приехала сестра Татьяна Луха Петеримова. Вот. Проехать, по-моему, здесь заглянуть. Идем в монастыре, храмы показать. А куда больше везти? Мороз. Ничего нет. И мы поехали. Я сейчас покажу фотографии. Вот. Начну вот с этого момента. Это у нас в общине здесь было 120 лет, как первый раз мы провели здесь богослужение. Вот. И вот она сидит. Вот она. Ее звали Райхан. А теперь она Рахиль. Рахиль переводит с еврейского, означает ове, овца, овечка. А до этого означало приятное. Вообще. Наимень. По-еврейски бы. Казахстан. Вот она сидит рядом с батюшкой. Вот она, видишь, какая-то. Наши сестры рядом. Это тоже когда-то была член общины. Пришла, чтобы побыть, поблагодарить, что она была здесь. У нее очень больная дочь. А эта уходила из общины, а потом вернулась тут. Ну и проще так. Ну и далее. Вот показываем. Дальше она вот сидит. А это фотокорреспондент Волобуев Александр Павлович. Очень известный. На мировых выставках там премии такие брал. Номинант. Вот. И он у нас уже 28-й год. Фотографии только его были. Как говорит, домашний фотограф. Работал он в местной губернической Алтайской правде. Вот здесь смотрю, и все интересно. Биографии целую можно рассказывать где-то. Вот там голова видится. Ну, о каждом мог сказать. Тут батюшка с ними. Вот она, это самая Райхан. Вот она сидит. Теперь. По порядку. Вот мы на занятиях были. Она сидит, слушает. Это на занятиях где-то. Чтобы ее было видно где. Представьте, вот мы пошли уже по монастырям. По монастырям, по храмам. Ну, это я не знаю, это в Знаменском. Тут где. Вот здесь, видите, храм его, видать, какой. Вот мы идем. Показано еще на занятиях. Вот там видно, какой храм. Это в Барнауле. Алтайский край. Тут стройка у них идет. Вот там что-то. Вот это опять в другом храме мы. Зашли, помолились. Приложились к иконе. Везде так делали одинаково. И помолились. А братья нашим Константине. Дмухов, он попал где-то в аварию. В Казахстане, кажется. Вот у Покровского собора. А это единственный храм был на весь Алтайский край когда-то. Там в Бийске еще был. Все. Это вот та самая стоит Рахиль. А вот тут мы подходим к иконам. Тоже в каком-то храме. Вот это все мы... Да, это похоже, что здесь. В Покровском. Ну да, в Покровском. Я по картинам вижу. Видишь, как все. А вот подошли мы к епархии. На улице сатографировались. А это уже мы попали здесь. В самой епархии. И прошли. Дело в том, что раньше все ворота заперты. И через проходной невозможно пройти. Даже передать. Я пришел в пригласительную на день деревни. Только в четверг принимают. С 10 до 12. Вот так примерно. Я говорю, я везде прошел. И в КГБ, прокуратуре, краевая администрация. Везде приняли. Это Максим когда был. Заперся, намертво. Ни под каким видом. А здесь пойдем. Сторожа нету. Где машины заезжают. Все открыто. Цепь сброшена. Все совершенно другое. На 100% другое. Мы проходим. А мы были. Я был. Рахиль. Володя снимал. Никита на фотоаппарат снимал у нас везде. И шофер. Татьяна. Пять человек. Пять человек. Это уже заметно. Проходим. Там какой-то у дверей стоял. Видно. Кто он там. Ущащийся. Студент у них. Семинарист. Мы спросили. Как тут пройти. Куда тут. Лестница в разном. А вот. Прямо идите. То есть. Никаких документов. Ничего нет. То есть. Абсолютно не похоже. Как было. Открыто. Прошли на второй этаж. Заходим. Это мы в приемную у него. Тут его портрет висит. Тут я показываю где-то. И наконец он выходит. И вот священник взял. Она. Секретарь нас тут у него записала. Зашла сюда. Этим отдала. И вот это. Я не знал. Что именно здесь. Его рабочий стол. А я думал. Где-то там он где. Откуда он должен выйти. Сказали. Он там. Что он там делал. Может там у него келья. Молился там. И в это время выходит. Вот так. Фотография. С руки вскинул. Но я тут фотографии. Выставил только то. Который где видать. Рахиль. Это для нее. А на других там больше фотографий. Там много фотографий. И он сразу вышел. О. Пришел и. Открытость его. Открытость. Ну. Сравнивать не с чем. Вот смотрите. Посмотрите внимательно. Сфотографируется. Пожалуйста. А что это второй снимает? Я говорю. Это фотоаппарат. А я думал. Это чтобы. Ну. Не надеетесь. Один не получится. Так. На второй снять. На подконтроль. Нет. Вы посмотрите на его лицо. Люди-то. Неужели совсем не разбираются где-то. Начинают нас упрекать. И сказать. А это он из-за того. Что вот то-то. То-то. Я говорю. Это любовь. Любовь. Я ему сказал. Вы преимущество имеете перед другими архиеремиями. То, что вы долго были священником. Долго. Он не так, что где-то хором руководил. И тебя в епископы поставили. Он знает людей. И он с этим согласен. Это его биография. Иванников. Фамилия-то его. И вот он нас принимает. Я ему рассказываю. Кто она такая. Почему пошли. Заехали. Не думали как. Священники рядом стоят. Ни слова никто не произносит. Это все лицемерие. Любовь. Лживая. Или как хотите назвать-то. Это безумие полное. Он всегда такой. Приезжает потеряевку. Он руки поднимет. На прощенном воскресенье я прохожу. Ко кресту там. Он вот так с крестом вместе меня обнял. И ну как. Это человек. То есть душой срочно. Я не знаю, что завтра будет. Я говорю ему только, чтобы заводично нас не разлучили. Он говорит, все время там стучат. Он не сказал кто. Вот так покажет рога. Дьявол говорит, стучит рогами. Хотят натравить нас друг на друга. Я говорю, что сделаешь. Вот он здесь. А то мы опять у него здесь стоим. Видите, он здесь глаза опустил. Вот. Это разные снимки. Вот. Теперь что-то я говорю, видимо. И Рахиль на меня смотрит. Он голову повернул. А то мы на улицу когда вышли. И тут написано епархия. Не по-русски. А вот здесь по-русски. Видите, а то вход. Вот здесь вот ходить. А там ворота открыты. А там ворота открыты. Машина заезжает. Цепь лежит на полу. И никаких не смотрит. Вот. Ну что тут это? Тут все на глазах. Барнаульская православная духовная. Тут семинария. Вот она. Можно прочитать. Алтайская метрополия. Мы пришли в церковь Александра Невского. Вот она где. Главное тут человек. Это вот Татьяна нас привезла. Это сама Рахиль. Вот. Видишь, как мы здесь были. Я показываю разницу между ними. Вот теперь мы вот в храмах, где были. Там снимает зашел. Мы сразу поклонились. Вот и икона перестоит. Поцеловали, попросили благословения. Ну, некоторые скажут, иконы там. Я знаю, сектанты, как судят. Ну, они не принимают это. Вот. Это издалека, чтобы видно было храм. Вот они, мы стоим. Понятно. Вот они, мы в храме здесь зашли. Видишь, как. Это мы где-то были, наверное, уже Андреев. Нет, это какой-то там храм еще был на пути. По-моему, Андрея Первозванного. Вот. Да, это все-таки Александра Невского. Кажется, там мы это деревянное видели. Может, они перепутали. Это Иоанна Богослова. Иоанна Богослова, во. Иоанна Богослова, во. Вот, и видать, здесь мы стоим где-то. И были, мы... Я попросил Владыка, благословите нас везде пойти и снимать. А то нельзя снимать. Чтобы не трогали за нас. Он тут же благословил. Ну, все настолько было непринуждено. Это старобрядческий. Там храм решили попутно заехать. Православным показать. Католиков, мусульман. Что, что у нас в городе есть. В Барнауле очень хорошее, как называется, межконфессиональное, называется, отношение. Хотя слово конфессия, динаминация, это слово ересь. Прикрыли этими словами. А то старобрядцы построили такой храм. У них, как правило, связан с Богородицей. Там название, там, Рождества Богородицы, Успения. И вот мы здесь фотографировались. И никого не было. Было закрыто. Ну, может быть, к лучшим. А это подошли бы к католическому. Костелу. Вот. Я не знаю, там... Это католический же, да? Ну, да. А там, вижу, он... А там что там беда-то? Это Никольский, наверное. Никольский? Да, Никольский. Никольский храм. Это около Никольского? Да, да, да. Но это не сглавное. Это сбоку. Так я считал, что католический около Игоря, где живет. Да, да, да. Это другое место. Так это на Ленинской. Это Ленина. А это там храм православный. Ну, Никольский, да. Вот. Ну, а там мы подходили, когда и кепархи тут сфотографировались. Вот на этом я хотел показать. Вот. Ну, и у нас тут записать ролик. Вот смотри. Это что, радостная, как всегда, встреча с митрополитом Сергием Иваником. И вот я покажу сейчас. Так что, советую, что ты не нашел, да? Спасибо. Константина, Александр, пожалуйста. Да, Константина, пожалуйста. Принесите, как молитвы. Благословися, Владыки. Благословися. Так что, связайте, Игорь Михайлович, с Богом. Так, Владыка, вы не злыбайте, что я постоянно повторяю, чтобы за лошадь нас не расслабили. А, нет, нет. Нет, Игорь Михайлович, то мы будем не будем ее расслабить. Ну, у меня есть такое, что я раз возвращаюсь, и выезжаю по щекам. Я вам не сошел великая идеальность. Вещая, кого поглотить. Что тут спрашивают? Да, да. У нас находятся такие, это московство, фатриархи, это патриарх, в разные слова. К вам приезжают, вы отпали от благодати. То есть, не конца, не края нет в бурене, а тоже они, а сами это. А у нас она разбивается, приходит, а мы покажем их. Если Владыка, значит, не благодатная, то приходит. У нас батюшка нету, мы все оконуты. Да. Он же так, семинар. Мы не грешеные, и все уже погибшие отверстия. Весь сказ. Да, с Богом. Как он встретил, распростерзан. Как он провожает, вышел, а то мы в коридоре уже стоим. Это что, лицемерие? Это люди совершенно не понимают. И психологии людей, тут не надо доказывать. Но им никак не проходит, что митрополитак относится. Был Антоний, когда епархия первый раз за всю историю. В Барнауле никогда епархии не было. При Антоне Масендище. Он умер 41 год. Мы с ним держали очень хорошее отношение. У меня на дом было, обедали вместе у меня. Так, говорится, пироги. И Надежда Васильевна благословлял. Это все было хорошо. Но он умер. А на его место прислали Дмитрия Максима. Отношения резко изменились. Везде, всюду стравля началась мгновенно. И вот когда приехал наш Евтихий Курочкин, нас хотели, мы же относились к русско-православной зарубежной церкви, белой эмигрантской, Тихоновской, любыми путями нас затянуть. После акта признания о каноническом общении, я говорю, это на этом не остановится. Так и было. Они начали... Новые-новые указы. Слиться надо. Мы две общины, которые никуда не пошли. Образовалось 13 юрисдикций. Сейчас больше, наверное. Мы ни на шаг, ни налево, ни направо. Я пошел в отдел юстиции, спросил, а как теперь? Он говорит, ничего не надо. Как было, так и есть. Ну и все. То есть все законно. Мы зарегистрированы. Кресло-Возвиженского общины города Барнаула. Мы ни с места не шевелились. И они знают. Патриарх Алексей прямо нас называл и подталкивал Максима к этому. И когда мы в епархии у них были, наш Евтихий был, беседовали. И в это время вопрос как раз об одном шел. И он говорит, я готов поехать на вертолете к вам, среди зимой дороги-то нет. Он говорит, на вертолете. Батюшка, садитесь негде. То есть припек его, патриарх Алексей Второй тогда был, очень крепко, так сказать. Почему? Все везде соединились, одеты. Но дело не в этом, но это тоже дело. А Евтихий, видимо, сказал. Ну, как бы ввел себя, говорит, епископ по-другому, то, может, и по-другому было бы. Ну, и, видимо, с ним поговорил хорошо, патриарх Алексей Второй. И мы здесь никак. Вот сидим за столом. Я говорю, так, мы договариваемся заранее. Завтра у нас тут совещание будет, наши люди придут, ваши, и будем вопросы обсуждать. Мне главный вопрос о миссии, чтобы на миссионерскую поездку вместе с патриаршами выехать. Мы везде выступаем, большое село, вы своей командой начинаете отсюда в одно место. У нас делают, как хочешь, говори, но собираемся в одно место. Выступаем по 15 минут, я выступаю, и вы. Но людей в речи всех, которые новые, отправляем только в храмы Московской патриархии. Ну, что тут непонятно-то? И мы везде проехали от Тихого до Атлантического океана, и людей направляли только в храмы Московского патриархата. Тут толковать-то нечего. Хорошо. Звоню Беляеву, отцу Сергию, а он был секретарем епархии Барнаульской. Я говорю, ничего не изменилось, нет? А то, я говорю, корреспондентов пригласил, фотокорреспондентов. Там Каспришин, Малабуев, самое знатное, которое есть. Ну, и наши люди там. Проговорит на встречу, сидим за столом, он говорит, ну, мы решили, что закрыто будет. Как закрыто? Да я людей пригласил. Ну, мы решили, как мы могли односторонне решать, когда мы уже сидели за столом и договорились. Ну, что мы? Все, как КГБ, что ли? Все должны записывать КГБ. Он говорит, он знает, что такое КГБ. Максим говорит, это Дмитриев. Я тогда встал и вышел. Он потом мне передает. Карандашом записывайте. Ни на магнитофон, ни на видео никак не разрешил, ни под каким видом. Это означает, что боится. Боится, из чего боится? Как бы он ни берегся, в его словах обязательно будет то, что не понравится вышестоящим. Он скажет, вот так надо было сказать-то. Я вышел, а он, меня нету. А мы-то вышли, посудились, кто хочет, оставайтесь. Кто не хочет, я ухожу домой. Зачем мне это нужно? Они еще на подходе уже, им верить нельзя. Ложь. Ну как, для вас разве не гарант, ваш епископ? Я говорю, какой гарант? Он больной сидит. Что? Да и он что изменит-то? Вам главное затянуть. Крышка захлопала, в клетке зверюшка сидит. Вот вы как понимаете нас. Вы ничего не принимаете. Вы ничего не слышите. А Евтихий говорит, нет, Игнатий не вернется. Он на это не пойдет. Раз договорились, и все. Не пойдет на это. То есть они уже знали. Теперь вот сравнивая с этим. Потеряевки мы снимаем. Все, и фото, и видео. Когда бы он не был, где бы мы не встретились. Он приезжает два раза в году к нам. Считай, сколько уже встреч было. Здесь батюшка встречается. Здесь прощено воскресенье. Мы все снимаем. Почему он спросил, это что второй снимает на контроле? Это автоаппарат. Он засмеялся. То есть сравнивать. Он не боится съемки. Он не боится говорить, что думает. Ну как это может не располагать? И поэтому я пришел не по простому делу, а показать. Вот женщина. Она в Казахстане живет. В другой национальности. Но ее и по обличке видно, что она не русская. И она была так называемой свидетелью Говы. Их надо называть свидетеля сторожевой башни. И она в интернете на нас наткнулась. Она будет говорить, как она нашла, что искала. И дальше начали. Она духовный отец. Духовный отец. Она все оставила. Приняла погружение полное. С полным погружением крестилась. Имя дали вместо Райхан. Рахиль. А дочь у нее Руфь. И внука два. И один Рафаил, а другой Марк. Имена-то как дали. Это вообще в Казахстане. В полное погружение. И вот она приехала. Она мне писала. Говорит. Нет, я поеду к вам. Я говорю. Не надо ездить к нам. Не надо. Потеряевку ходу нет. Я не потеряевку. Я в Барнаул. К вам. Зачем? Я боюсь опоздать. Что опоздать? Мы не встретимся. То есть. Или я, говорит, умру. Или вы. И мы не встретимся на этой земле. То есть. Она приехала по любви. Тут так видно. Я, говорит, кое-что буду везти. Я говорю. Не зумы везти. Подарки мы не принимаем. Не надо. Мы не нуждаемся. Все равно привезла что-то там. Ну такое там. Фруктовое. И проще. Ни рыбы. Ничего, чтобы не было. Мы обсудили. Сергей Павлович Пупков ее встречал. Вот она побыла. У нас сколько. Она приехала в субботу. Она в субботу пробыла в воскресенье. В понедельник. А во вторник ее отправили. Так. Все. Вечером. Ну считаю, что 4 дня пробыла. И вот. Мы пришли показать. Как действует живое слово. Архиерея служба-то не в том, что канцелярскую работу делать. Приобретать души для Христа. И мы показываем. Вот. Вот. Душа пришла. Я не могу всех приводить. Там кто принимает крещение в Израиле. В Австралии. Там где. В Америке. Ну а это рядом она. И мы пришли. Во-первых, беспрепятственный проход. Дальше. Ни один священник не заикнулся, что вы с пустяками лезете. Не пустяк. А одна душа. Спасенная. Дороже целого мира. Полного золотом. Ничего дороже этого нету. Почему? На небе ангелы радуются. Не спектаклем радуются. Не отчетности в патриархию. А живой душе. У нас все сходится. И он это понимает. И вот мы тогда прошли. В каких храмах были. Все с ней. У католиков закрыто было. К мусульманам рядом не пошли. Там тоже пятничная только. Она говорит, мусульман, я и там насмотрюсь. То есть мы хотели показать все. У нас такая свобода в Барнауле. Не то, что там мы мусульмане или кто-то католики. Что скрывать-то? Ну нельзя, как старообрядцы. Замкнулись. Никого нигде нет, кроме нас. Мы все показали. Мы не относимся к московской патриархии. Но нас ничто не разъединяет. Батюшка выезжает, когда в отпуск. Он идет к митрополиту. Мы его считаем своим. А кто ваш митрополит? Сергий. Наш митрополит. Но Иларион так на богослужении поминается Иларион. Какой он там? Американский, канадский. Капрал фамилия его. А здесь, когда просто так устно говорят. Сами смотрите на наши отношения. На его понимание. Он всегда поинтересуется. Отец таким уезжает. И говорит, я уезжаю на целый месяц. А мало ли еще, кто-то заболеет. Надо, чтобы священник тут был. Кто-то к нам приезжал. А кого вы хотите? Он говорит, ну, Сергей Беляев. Он секретарь епархии тогда был. Ну, вопросов нет, он сразу сообщил. При нем в прошлом году, это в 2016 году, наше объявление о лагере, еще лагерь был, приклеено было на двери Покровского собора. Внутри там. Не наружу, а там внутри, где тамбур идет-то. И все лето висело. И люди считали. Никто не приехал. Но само отношение, как говорят, это не привлекло ни одного человека. Но как? А когда тогда было при Максиме, мы развешивали объявления по городу, специально посылали семинаристов, и они срывались, а срывать не могут, писали ересь. То есть все обдуманно шло. Ну, сравните. Срывают или навешивают. То есть это жизнь и смерть. То есть прежде, что было, это смерть и жизнь. Я ему сказал, Владыка, мы считаем для себя время, а взаимоотношения вот сейчас, золотым временем. И любому понятно. Заголовок я сказал, радостный, как всегда. Встреча с митрополитом Сергием. Где бы он ни был, на улицу его ходит, в машину садится, я подойду, он остановится и все расспросит. Это человек такой. И ему, говорит, все время, показал, чтобы нас не разлучили, он вот так показал, стучит сатана. Хотят разлучить. Он погасил все разговоры. Тогда, говорит, мне один священник, который на совещаниях в Барнольдской парке, говорит, ни одного собрания не было, и не закончилось ни разу, чтобы вас, епископ Максим, не упоминал. Максим, да благословит его Господь. Перед отъездом, отсюда его перевели, там где-то Ельня. Он приехал все-таки к нам. С большой свитой, с семинаристой, там и хористой, и все. Как положено. Рассались по-хорошему. Но, видно, ему было очень неудобно. Все так получилось. И когда мы были, в миссионерской поездке, мы приехали к нему, и там, где он живет, где служит, к старости, всех обыскали. Он здесь, но никто не знает, куда он делся. Я думаю, он в окно смотрел и прятался. Точно так было и отец Аким. Где-то там он в Туле был, и никак на встречу уже не шел. То есть он это сделал по принуждению, но, видимо, в душе остался тот же самый. гневливость вот эта, поддержка негодных людей. Мы переживаем благоприятное время благодаря митрополиту Сергию. Видите, когда мне народная, русско-народная линия запросили характеристику, какую он дал характеристику. Я ее здесь выставил на своем, вот здесь вот. Вот, смотри. А, это я не то показал. Это митрополит Виталий мне написал. Что он написал тут? Президент. Ну, прочитай, ну-ка. Откуда? А, вот от сверху, заголовок. Президент of the Synod of Bishops of the Russian Orthodox Church outside of Russia. Так, что он пишет? Президент. Ну, ладно, вот здесь вот. Игнатия Тихоновича Лапкина, Барнаул, 656 на 16, вторая строительная, 62 квартиры 16, Кирио-Пасха, 91 год. Это значит, 7 апреля, Пасха с Благовещением. Игнатию Тихоновичу Лапкину преподается нами Божие благословение на всестороннюю миссионерскую деятельность, проповеди Слова Божия, защиту и укрепление веры в Российской Православной Церкви. Митрополит Виталий. Митрополит Виталий, первоиерарх, узко-православно-зарубежная церковь, архиепископ, Нью-Йоркский, восточно-авериканский, архиепископ, Монреальский, Канадский. Вот как. Это не просто так, а действительно так. Или вот. Посмотри. Просчитай. Русская Православная Церковь, Московский Патриархат, Алтайская Митрополия, православная религиозная организация, Барнаульская епархия. Такой-то адрес. Так, дальше. Главному редактору Русской народной линии, Степанову А.Д., уважаемый Игнатий Анатолий Дмитриевич, в ответ на ваше письмо о деятельности Игнатия Тихоновича Лапкина сообщаем следующее. Игнатий Тихонович Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с Православной Церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. То есть ни догматических, ни канонических претензий ко мне нету. Никакой не речи, их ничего. Под церковным судом не состоит. Как обыкновенный гражданин, он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует в совесть и соответствующие органы государственной власти. Игнатий Тихонович Лапкин, человек твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему. С уважением, Сергий, митрополит Барнаульский Алтайский, глава Алтайской митрополии. Я просто так уже скажу. Ну и что, многие могут показать, что у них такие бумаги есть? Да у священников нет этого. Притом это зарубежная церковь, одинаково с ним говорят. Мы еще мало с ним знакомы были. Вот митрополит Виталий в 91-м мне это прислал. А я поехал в Америку только в июле 92-го года. Митрополит Сергий, он меня мало видит, но многое знает. И вот он ответил. Как ответил-то? Даже родной брат так бы, наверное, не ответил. Это внутреннее, внутреннее человека. Человек с любовью относится к людям. Это не только ко мне. Я о нем слышу только вот такое. Разница-то очень большая. Твой вопрос в этом и заключался. От входа, как он приехал первый раз, вот он у нас идет, а у нас везде икона, между иконами надписи Священного Писания. Вот как здесь, вот покажи. У нас везде надписи Священного Писания. Маленько по пятьсов ту комнату, посмотри, она по столу лазит. Ну-ка поверни. На базу и гляди. Паля. Прыгай со стола. Что тут селось? Покажи, какие надписи. Ну-ка, подожди-ка. Держи. Сейчас я... Так, я сейчас здесь это делаю. И вот он приехал, кажется, второй раз это. Вот надписи у нас везде такие. И он идет, а между иконами висит надпись. А надписи написано так. Считай вслух. Шестой стих. Иеремия 15, 6. Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Бог устал миловать. И он эту надпись увидал между иконами-то. Сколько? Епископы были, люди. Никто не остановится. Но солнце светило, и краска была съедена, и не видно откуда. Он подошел. Это где написано? В каком месте Библии-то написано-то? Ну, я так маленько доставил, на бок и подпись-то пошла. Иеремия 15, глава 6 стих. Никто не поинтересовался ни разу, а мне это очень дорого, что человек любит Слово Божие. Он прочитал надписи. Приезжали до этого священники. Никто ничего не видит. Он видел. Вот поэтому, ну, естественно, что мы молимся друг о друге. Это несомненно. Мы молимся, и Бог так располагает. И поэтому наша встреча здесь была не в осуждении. Он не посчитал, что мы за пустяками пришли. Мы благословились. Пошли по храмам. Главное, показал душа, которая из другого общества, из самой опасной, даже не секта, не поймешь, что там есть. И оттуда пришла она, натолкнувшись, ну, на наши ресурсы. Это было доброе дело. Если ангелы на небе радуются одной душе, почему бы и митрополиту, и Сергею не радоваться. Вот так. Только такой ответ. Все другие ответы, а они будут только на догадках основаны или на злобе человеческой. Айсидор Пилосевод говорил, предвзятость не дает здравого мышления. Заранее уже думает. Вот. А злоба вообще отнимает разум. И вот ко мне когда относятся, кто-то там что-то говорит, матерками гонят. Ну, куда это годится? Прямо матерками. Притом еженевно почти это есть. А вот это такое. А это он так. Это он лицемерно. Митрополит лицемерно. Или для того, чтобы показать. Ну, еще показать. Ну, то есть человек сам ослепленный злобой, он не видит даже настоящую любовь. Даже Христос, когда показывал, когда Павел говорил, о, большая ученая сдаводит тебя до сумасшествия. Павел говорит, ты почти не убеждаешь. Много или мало. Хотел, чтобы все были, как я. Так что наши взаимоотношения, он говорит, через их и их партию полное общение с московским патриархатом. Вот в этом она и выявляется. Любовь. Если где неправильно, мы всегда говорим неправильно. Мне Бог дал милость свою, никогда не заглядывай в глаза, нравится, не нравится. Я ему говорю, как есть. Просто здесь. Я даже сказал, где деньги-то здесь зарабатываете. Я в простоте сказал, но с небольшой иронией здесь. Он как деньги зарабатывает. Ну, так, это рабочее ваше место. Ну, да, он сразу, что я без подвоха. Я зарабатываю не здесь. А где зарабатываю? Заработаю на пенсии. А до этого там, где я в пыли, в грязи, в дыму. Здесь другая работа. Она нужна? Да, нужна. А какая важнее? Бог знает. Бог знает. Он, любой, который канцелярский работник, он не думает о божестве. Я когда обратился в 62-м году, я стал работу такую искать, чтобы голова была не занята. Вот я работаю, полы настилаю, строгаю, а сам места писания. Как это понимать? Работаю на перфораторе, там, молотком надо было долбить, там, штрек делать под землей, бетон. Я все время думал только об одном. У меня голова была свободна. И заработок хороший, и голова свободная. Я закончу вещь, там пишу, у меня стихотворение уже готово. Я его в уме составил там. Вот я хотел этого, и мы молились, что Бог дал нам отдохновение, отгонение вот этого. Нам некогда, я никогда не отвечаю. А вот завтра он поднимется на вас против. Молиться буду, плакать буду. У меня нет другого оружия, никакого. А завтра тогда вы на него начнете? Не начну. Этого никогда не было. У нас некоторые ушли, и ни одного слова нет. Но одних приглашаем, другие нет. Как раз вот на 20-летие нашего нахождения здесь, а один из таковых пришел, он у старобрядцев. Он доказывает на каждом слове, что передать вот он-то патриот такой, с нами молиться нельзя, он даже не крестился. А вот надо показать было, и своему священнику сказать, что я с ними не осквернился. То есть они как шульха на руки. Идешь мимо Никонянского храма, говорят, плюнь на него. Ну, хоть эти не так говорят, но, в общем-то, так. Отношение самое, не то, что натянутое, а враждебное. А хорошо об этом описано, то есть Кирилл Сахаров, Игубин на Берсеневке. Ну, вот все. Во славу Божию. Ты доволен ответом? Да. Ты видел сам. У тебя мысль не мелькнула такая, что он наигранное там все делает? Нет, конечно. Это нельзя. Ну, ты слепой, что ли. Мы же выставили, нигде не урезали ни одного кадра. Ничего не монтировали. Я не умею делать. И это, конечно, недостаток большой. Но есть и преимущества. Нас никто не упрекнет, что мы хорошее взяли, а не нравится нам. Я иногда... У меня книга есть, для слова Божия не туз. Она как бы автобиографична. Это не брошюрка. 752 страницы книги. Покажи, там видно тебе? И я там... Поместил материалы, которые были против меня. Кто что говорил. Кто поносил. Я ни на что не смотрю. И тогда даже говорили. Приехала там, помню, Валентина. Ну, зачем вы, Игнатий, все это говорите? К вам никто не приедет, узнает, какие вы... Вот это и надо, без обмана. Без дураков, как говорят. Все как есть. Обо мне что говорили, я там все поместил. И здесь... Ну, а здесь говорить нечего. Одно только. Милость Божия, он нас благословил. Вышел провожать в коридор. Что каждый епископ ходит по коридорам, провожает. Каждому простирает руки. А тут отзывы говорят, он в эйфории. А эйфорию кто создает? Это Игнатий зазомбировал его. Ну, то есть безумие полное. Я везде, где встречаюсь, и заочень я зомбирую людей. Услышали слово, а понятия не имеют, почему они сами манкурты. Трафарет на мертвые по-старообрядческе. Он благословение преподает. Продвинет Господь. Милость к нам, чтобы его не убрали отсюда. Вот об этом, кто будет слушать, помолитесь. Он здесь нужен. Это богатый край. Большая метрополия. Он на своем месте. У него хорошее отношение с администрацией, со всеми органами. Никак у того. Там просили прямо его убрать. Даже губернатор края. У на губернатора тот бывший епископ говорит, он сидит, только штаны протирает. Ну, губернатору, может, было... Говорят, я с чужих слов говорю. Но дело в том, что губернатор просил его убрать. Это уже о чем-то говорит. А это нет. И он не потворствует. Он узнает границу. Вот недавно я слышал, какой-то называется епископом у еретиков. И он беседует с Александром Шевченко. А тот это... Песятики, трясуны, как называют, харизматы. Ну, хороший такой человек, видно. Сами по себе-то люди добрые, только еретики. И вот беседует и говорит, вот у нас некоторые так, со Христом, и другие по-небратски. Да вот я там, со Христом, и везде. Он говорит, вы не забывайте, говорит, он творец, а я творение. То есть он горшечник, я горшок. Поэтому тут нужно соблюдать дистанцию. Не так, что спасибо тебе, Боже, спасибо Богу, спасибо, как будто это Ванька, сосед живет. Слава тебе, Боже. Когда говорят спасибо, это разницы никакой нету. С Богом они вместе, вот, все везде. За панибратство, это он говорит, что у них это сплошь и рядом. У православных нету, грешный, архигрешный, супергрешный, архигрешный. Так, все, лодка закрыта. А то мой собеседник... Да уже час целый записывай, ну понятно, понятно. Много я сказал. Никита, мне хотелось это сказать. Благодарю тебя, что ты пришел с этим вопросом. Слава, да благослови тебя Господь. С Богом. А то он без весел поплыл у меня.